Американское гражданство Иностранец должен произнести следующую клятву. Я настоящим клятвенно заявляю, что всецелы и полностью отказываюсь от верности любому иностранному государству или суверенитету, чьим гражданином или подданным до этого был. Я буду поддерживать и защищать Конституцию и Законы Соединенных Штатов Америки против всех врагов, внешних или внутренних. Я буду нести истинную веру и верность Соединенным Штатам Америки. Я буду служить в армии Соединенных Штатов Америки, когда закон потребует этого. Как видите, принимая гражданство Америки, человек обещает воевать за нее против своей бывшей Родины. Что они и делали. Как работали диссиденты? Очень просто. Они напрямую не врали, но изо всех сил раздували правду, которая порочила Россию. Изо всех сил прятали правду, которая Россию возвеличивала. Например, орали о афганской войне, о том, как преступное советское руководство ввязалось, вторгло в независимую страну. А несколько позже Бжезинский признался, что афганская война была американской спецоперацией, которую лично он разрабатывал. Нас втравили в эту войну, нас на это спровоцировали, затратив большие деньги. Об этом диссиденты молчали. Еще пример. Орали о неэффективности советской экономики, о том, что мы находимся в кризисе и все плохо. Это правда. Однако на Западе экономический кризис был гораздо сильнее, чем у нас. Это признают сами западные экономисты и политики. И только разрушением Советского Союза им удалось оттянуть свою катастрофу, которая вот сейчас на наших глазах у них постепенно разворачивается. Что происходит сейчас? Определенные силы хают руководство России. То, что это делают либералы, понятно, либералы ненавидят Россию всегда, в любом случае. Но досадно, что к ним присоединились и некоторые патриоты. Ну, ясное дело, что часть этих патриотов – это фальшивка. Это люди, которые себя только так называют. А на самом деле работают опять-таки на наших врагов. Сознательно и за деньги. Они в интернете, в частности, себя увеличают патриотами, друзьями России, русскими. Для того, чтобы это движение патриотическое изнутри развалить, уничтожить, опорочить. Что делают нынешние критики российской власти? Да то же самое. Всячески раздувают недостатки, которые, конечно, существуют, я не спорю. И всячески замалчивают достоинства. Например, главные обвинения в адрес Путина таковы. При нем очень увеличилось количество мигрантов и выросла коррупция. Есть такое? Есть, я не спорю. Но давайте подумаем, что такое миграция. В какую страну охотно валят сотнями тысяч? В богатую. В страну, в которой есть что взять. В Ельцинскую Россию 90-х годов никто не ехал, потому что мы были нищими. В Россию путинскую повалили массами. Главная причина в том, что Россия стала не нищей. И богатства перераспределились. Тогда они были только у верхушки, у олигархов. Сейчас они более-менее равномерно распределились по стране. Их стало можно взять мигрантам. Проблема коррупции отчасти объясняется тем же самым. Если многие люди в состоянии платить большие взятки, значит у них есть эти деньги. В 90-е денег не было. Но, конечно, это не главная причина коррупции. Главная причина в том, что в Ельцинский период страной правили напрямую бандиты. Они стали олигархами, часть из них не стала олигархами, так и оставалось просто реально криминальными элементами, ворами в законе. Именно поэтому тогда так процветал так называемый русский шансон. Сейчас о нем уже практически забыли, к счастью. И Путину пришлось перехватывать управление, переносить его в государственную все-таки сферу, из сферы криминальной. И для этого нужно было усилить чиновничий аппарат государственный. Иначе было невозможно перетащить управление. Усиливая государственный аппарат, пришлось дать чиновникам определенные возможности, определенные привилегии, которыми они стали злоупотреблять. Так возникла эта пресловутая коррупция. Это плохо? Это плохо. С этим надо бороться. Но это все-таки лучше, чем правление откровенных бандитов. Еще любят орать о кровавом режиме диктатора Путлера. Любят так вот выражаться. Тут меня просто в ступор вводит их неадекватность. Они нас за кого вообще принимают? По всему интернету, совершенно открыто, хают Путина. По номеру компьютера вычислить данного человека нет проблемы вообще. И многие ли из вас, ребята, сидят? Многие ли познакомились с органами госбезопасности? Что-то как-то вот немногие. Хаять президента сейчас можно легко, абсолютно безнаказанно. Какой же это нафиг кровавый режим-то, ребят? Еще некоторые ноют о том, как невыносимо жить. Ребята, у каждого из вас есть компьютер, возможность оплачивать интернет, практически у каждого есть квартира, у большинства машина, вы не голодаете. Совсем невыносимо жить. Так вот, диссиденты разваливали Советский Союз для блага Америки. Это привело к страшной катастрофе 91-го года. Затем был голод, обнищание. Совсем юные этого не помнят, но мне в момент развала Союза было 20 лет. Я хорошо застал все это. Мы откровенно голодали. Те, кто сейчас пытаются развалить российскую власть в лице Путина, это точно такие же диссиденты. Агенты влияния врагов. Есть проблемы у нынешней власти, есть недостатки, надо их исправлять. Были проблемы и недостатки у советской власти, надо было их исправлять. Но, смотрите, допустим, у вас начал глючить компьютер. Плохо работает, медленно. Есть два варианта действий. Один вариант, отверточкой его раскрутить, разобраться, в чем дело, заменить 2-3 детальки. И все будет прекрасно работать. Второй вариант, взять кувалду и его разнести ко всем чертям. Да, первый вариант работы труднее. Нужен интеллект, нужна квалификация. А с кувалдой справится и горилла. Но в итоге, в первом варианте будет работающий исправный компьютер, во втором варианте будет груда обломков. Так вот, такую груду обломков гориллы создали из Советского Союза, и такую же груду обломков нынешние гориллы хотят сделать из России. Как говорил один из выдающихся русских деятелей Столыпин, им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. Не уподобляйтесь тем, кому нужны великие потрясения. Кувалдой мы Россию не исправим. Если после развала Советского Союза у нас было мощное советское наследие, которое мы доедали 20 лет, то после развала нынешней России у нас уже такого наследия не будет. И переживем ли мы вообще развал нынешней государственности, я не знаю. В общем, подумайте, господа диссиденты, те, которые считают себя патриотами, на кого вы работаете? К убежденным либералам, русофобам и врагам России я не обращаюсь, с ними все понятно. Но вы, если считаете себя патриотом, если считаете себя русским, подумайте. На Туле мельницу вы льете в воду, пытаясь разрушить нынешнюю власть России. Что-то менять имеет смысл, если есть четкая, продуманная замена. Сейчас замены нет. Есть вариант только кувалды разнести все ко всем чертям. Я этого варианта не хочу. Все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok